всем привет и с вами бессменная ведущая канала на даче жить то есть я олечка и сегодня вам расскажу о том как я укладывала пвх плитку на инфракрасный пол для начала хочу сказать что и не только люблю пенить делать откосы электрику по наружке но еще я люблю пвх плитку вообще я считаю что это один из самых лучших материалов на данный момент и в ближайшее время я вам это докажу а начну я с санузла плюсы пвх плитки в том что она не боится воды под нее можно делать любые теплые полы водяные электрические инфракрасные на инфракрасный кстати ссылочка вот здесь пвх плитка не боится перепадов температуры острых предметов еще она износостойкой а на ощупь она теплее чем ламинат монтаж ее очень прост и режется она даже простым ножом для ее монтажа мне понадобится набор для укладки ламината а теперь давай посмотрим как я это все делала поехали хочу посоветовать московский магазин который выигрывает по ценам по сравнению с другими крупными магазинами вот для примера статистика по некоторым позициям и того дешевле от 7 до 14 процентов у миромол отлаженный сервис взаимодействия с клиентом и быстрая доставка а также широкий выбор товара и удобный поиск для моих подписчиков по кодовому слову на даче жить подарок карта постоянного клиента и скидка 5 процентов на весь товар сначала постелю пленку 100 микрон чтобы не повредить теплый пол при монтаже а также пленка служит гидроизоляцией я ее уложила в два слоя не разрезая рукав и приклеила скотчем а вот и моя плиточка фирмы find floor кстати у нее бельгийское производство я выбрала себе плитку под камень а бывает еще под дерево смотрится как настоящее сначала я разложила плитки со сдвигом в половину чтобы решить как лучше ее уложить решила центровать шов по центру проема двери так смотрится симпатичнее придется делать подрезку с двух сторон ну что поделаешь также померила насколько плитки надо зайти в дверной проем отрезаете 7 сантиметров махина режет пвх плитку идеально правда за два раза и грязи уж очень много а у меня на кухне все чисто так что я буду резать ножом укладываю первый ряд сделав отступ на подрезку используя клини для укладки ламината зазор можно делать от 5 миллиметров до размера который может перекрыть плинтус я делала около 8 миллиметров первый ряд надо зафиксировать клиними со всех сторон чтобы он не двигался при укладке следующих рядов надо сделать круглоотверстие по трубу канализации отмечаю две перпендикулярные линии и затем в них вписываю окружность по образцу трубы и при помощи лобзика отрезаю получилось неплохо но не идеально хотя там будет не видно если надо отрезать от плитки совсем немного то надрезаю сначала ножом а затем изгибаю плоскогубцами и отрываю каждая плиточка монтируется по одной ставлю ее в паз предыдущего ряда пододвигаю впритык к соседней плитки отпускаю контролируя замок далее пробиваю стойки янкой и он сам защёлкивается а специальная прокладка позволяет это делать лучше мне понравилось резать плитку поугольнику сначала провожу ножом не сильно и не глубоко чтобы наметить рез далее второй раз уже поглубже перегибаю плитку порезу и все работать плитка приятно никакой грязи и пыли пробиваю вот так каждый стык подрезала коробки максимально близко чтобы не было щелей под коробку плитку уже не засунуть будет из одной плитки получается два подрезка начало укладки и в конец что очень практично ну и последняя подрезка проверяю работу теплого пола обычным пирометром сначала а вот и директор по качеству пришла на приемку плитки теперь проверяю тепловизором очень четко видны контуры теплого пола и не пишите мне в глупости в комментариях что плитка теплого пола расплавится это все равно что взять ее в руки и она начнет таять как шоколад а кто-то мне вообще написал что она создает магнитное поле и выделяют радиацию ну вот пол у меня готов осталось мне еще сделать плинтуса порожек но это я куплю попозже а еще у меня есть несколько идей нестандартных видео пвх плитки я ее обязательно сравню со всеми другими напольными покрытиями и это будет интересно видео по фильтрам уже набирает обороты и лайки а это значит что скоро будет вторая часть для 5000 всего-то осталась какая-то тысяча сразу отвечу на вопрос про панели почему я их не меняю и почему они у меня разномастные а вообще этот санузел делал у меня отец и сейчас не хочется что-то переделывать за ним просто хочется доделать его чтобы все было аккуратненько чисто и можно было мыться в туалет нормально ходить и стирать вещи хочется сказать что если и надеюсь что ваши родители еще живы обязательно позвоните им обнимите если они рядом скажите что вы их любите уделяйте побольше времени потому что к сожалению уходят они неожиданно к этому нельзя быть готовыми всего хорошего вам любите друг друга и заботьтесь пока пока подписывайся на канал нажимай на колокольчик чтобы быть в курсе последних видео а также заходи в мою группу вконтакте там столько всего интересного не пожалеешь она износа стойка не боится острых предметов и на ощупь она теплее дождем нельзя